Привет, с вами Егор Ярушин, и это вторая попытка записать этот влог. Я писал себе на стену, не знаю, кто видел, нет. Идея на счет того, что я бы записывал какие-то видео и выкладывал их каждый день. Поддержка есть, я сейчас посмотрю, сколько в группе на данный момент классов. На данный момент два шара и 63 класса, но я опять же выложил это всего полчаса назад. Вот, поэтому, ну, судя по всему, судя по всему, хорошая идея, поэтому я буду записывать такие вот видосы каждый день. Пока они будут набирать по тысячу в день, когда они перестанут набирать по тысячу в день, я, наверное, пойму и перестану их заливать. Короче, вот, рассказывать я буду про разные фени. Сегодня я, то есть, поделюсь одной мыслью и плюс расскажу одну новость. И это новость, я скажу первой. Underworld вернулись и вернулись Underworld в оригинальном составе. Я знаю, что пока что анонсировал он всего лишь концерт на фестивале I Day to Remember, но, опять же, создан сайт Underworld 777. Ну, или не создано, то есть, ну, он вернулся, этот сайт. Вот. Что мне кажется очень прикольным. Я никогда не был огромным фанатом Underworld, на самом деле, потому что, когда все слушали Underworld, я слушал Эстетик Лалабай. Но я, безусловно, очень сильно уважаю их. И главное, что они вернулись с Аароном. Потому что последний альбом со Спенсером, он, конечно, людям понравился. Но мне он понравился значительно меньше, чем этот самый The Only Chasing Safety, по-моему, альбом назывался. Вот. А, нет, Define the Great Line, мой любимый альбом, по-моему. Ну, там, который из пустыни, в общем, ну, вы поняли. Вот. Это возвращение. Они сказали, что в 2016 году мы встретимся с ними снова, ну, в конце вот своего анонса этого фестиваля. Вот. Поэтому я думаю, что это был хинт того, что они будут записывать новый альбом, что достаточно круто. Я этот альбом, как минимум, жду. Вот. Это новость. А, да, и второе, то, что я хотел сказать сегодня, это просто небольшое, так сказать, наблюдение, небольшая мысль. Недавно мне написал один чешский чувак. Он написал мне в личку. Вот. И он сказал, что он живет в Британии. И попросил меня записать вокал на его пачку. И послал мне пачку. Я пачку послушал, сказал, нет, чувак, мне такое музло не нравится. Я записывать не буду, плюс у меня времени нет. Он сказал, да что ты, давай, давай, запиши, запиши. Я говорю, нет, чувак. Он говорит, давай, я вот скоро из Лондона прилетаю в Прагу. Давай встретимся, поговорим, может быть, свое мнение поменяешь. Я сказал, нет, чувак, у меня нет времени, музыка мне твоя не нравится, прости. Но, то есть, удачи как бы вот. На что чувак сказал, ах, ты вот какой, да. Ты вот такой вот самовлюбленный урод, короче. Зазнавшийся и, короче, надо быть больше человеком, короче. И, в общем, короче, оказалось в итоге, что это я на самом деле плохише. Из-за того, что мне не нравится музыка. Я, наверное, должен со всеми фитовать, всем соглашаться. И чтобы никого не обидеть случайно. Нет, так не будет. Вот. Такой вот коротенький видос. Я даже не знаю, можно ли назвать это форматом. Но вот такие видосы примерно я буду пилить, если я буду пилить видео каждый день. Ну и плюс, разумеется, про сцену и новости и прочее говно, которыми я занимаюсь. Сегодня, кстати, возможно, встретюсь с Лешей Рязановым. И мы снимем дискуссии по поводу Атрея, будет Формай Валентайн и прочего. Но я еще не знаю, встретимся мы в итоге или нет. Но посмотрим. А с вами был Егор Илюшин. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии, если что-то вообще здесь можно комментировать. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. И главное, подписывайтесь на мой Твиттер, потому что там я всегда отвечаю. Просто со стопроцентной вероятностью я вам отвечу. twitter.com slash ерушин, то есть E-R-U-S-H E-E-M Я оставлю ссылку в описании. Всем пока. Всех люблю, целую. Вот. Счастливо.